Площадь Куйбышева вновь принимает гостей. Здесь открылась интерактивная выставка, посвященная десятилетию парада памяти. Самарцам рассказывают и показывают, как жил город в военные годы. Стенды, документальная лента и диджитал-платформа для самостоятельного ознакомления. Эта легендарная машина в народе получила название «Полуторка» из-за грузоподъемности в полторы тонны. В военные годы было выпущено 320 тысяч таких автомобилей. Конкретно эта модель еще и киноактриса. Никита Михалков снял ее в своей картине «Утомленные солнцем». Руки за голову. Руки за голову. Сделать фото с ней и еще несколькими историческими экспонатами, ровно так же, как и написать письмо на фронт, собрать и разобрать автомат, а также встать в строй может любой желающий. А тех, кто не умеет маршировать, научат на месте. Международный патриотический проект призван сохранить память об историческом параде 41-го года. Тогда он прошел в трех городах – Москве, Воронеже и Куйбышеве. В запасную столицу съехались дипломаты из 22 стран. Принимал парад маршал Советского Союза Климент Ворошилов. Парад продемонстрировал мощь Советской армии как союзникам, так и врагам. С 2010 года проводить памятное шествие в Самаре стало доброй традицией. Этот парад вышел за пределы Самарской губернии, нашего Волжского края и стал народным, межрегиональным и международным, объединив 27 регионов, 25 стран, более тысячи образовательных учреждений и полтора миллиона участников. Наряду с военными участие в параде принимают и юнормейцы. В этом году конкурс среди отрядов состоится, но в онлайн-формате в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. На площадь единовременно будут приезжать по два класса, их шествия запишут на видео. Трансляция будет организована на региональных телеканалах и большом экране на площади Куйбышева. Прийти на выставку можно будет в любой день с 12 до 7 часов вечера, до 9 ноября. Однако одновременно вход разрешен только для 50 человек. На входе к каждому измерят температуру и обработают руки антисептиком. Не стоит также игнорировать использование средств индивидуальной защиты в общественных местах. Мария Левина, Николай Епифанов. События.